Продолжение следует... Как молния! Надёжный, как скала! Дешёвый, как печенье! А ещё здесь можно продавать, ведь это ещё и торговая площадка! Запомни! G2A.com! Лучший магазин видеоигр! Был, есть и будет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испортбец.com! Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает первплат? Кто заберёт первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбец.com. Живой азарт и холодный расчёт. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Годхант и Каспер. Мы продолжаем с вами смотреть трансляцию европейского дивизиона 12 сезона Старладера, Старсерии. Группа А, последний день в группе А и последние матчи в группе А. А, две каточки осталось. Вот так вот нормально, в принципе, будет. Я так ещё. Ну и на очереди у нас Moscow Five против Дузы. Так вот, только что воевали М5 с лондонскими греками. Сейчас вот они, Дуза, Гейминг, играет Лимбо, Век, Аксмо, Андершок и Флоу. Ну, вместо Зуфа, видимо, Флоу играет. В принципе, все остальные участвовали ранее, участвуют сейчас. И будут участвовать. И будут участвовать, возможно, если сейчас затащат. Потому что пока у Дузы по матчам там тоже всё не особо гладко идёт. Так что сейчас идёт, опять же, битва на выживание. Moscow Five нужно обязательно побеждать, если они хотят хоть как-то теоретически остаться в этом турнире. Потому что если они проигрывают, у них 0-3 и всё. А у Дузы что? Не может быть меньше, чем 0-3. Да, я понимаю, что не может быть меньше, чем 0-3. Если они проиграют, у Дузы будет 1-2, например. А если Дуза проиграет, у Дузы будет 0-3? Ну, у Дузы... Ну, я не помню, они выиграли или не выиграли? У кого они могли выиграть? Они играли с Сикретами с Лили. Да, это я помню. И с ЛТ они вроде как тоже с Лили. Да, да, да. Ну, значит, вот, собственно говоря, идёт битва на выживание. Потому что победившая команда остаётся в следующем сезоне. Да. А проигравшая команда покидает. Звёздный дивизион. Ну, там у них будет отдельная история. Какие-то там капы, квалы. Скандалы, интриги, рассветывания. Да, да, да. Там возможность вернуться каким-то образом. Но это уже, я думаю, отдельно как-то будет освещено. Сейчас основное... Нет, основное победка. Best of 3 серия. Счёт, как вы понимаете, 0-0. Драфт до боли напоминает драфт из прошлого матча. Всё те же герои, только в разном порядке. Появляется у нас Дазл. Также ещё к бремастеру и Shadow of Fiend в кучу. Ну, Леон, Шекер, Джигернаут. В принципе, против Дазла это может сработать. Просто стоит Дазл, никого не трогает. Тут ему в табло фиссура и палец. И палец. Больше лишений надо. Да, да. Фиссура и Гейл палец. Там Джигернаут не нужен. Всё, всё, всё. Да, Джигер там как-то уже может на остальных ребят переключаться. И опять же, два суппорта с неплохим ганг потенциалом. Соответственно, если в миде будет стоять Shadow of Fiend, а не Брюмастер, то Shadow of Fiend будут бить. Его будут просто изничтожать. Ну, это если захотят. Понимаешь, тут всё очень... А мне на самом деле это немного напрягает, когда команды не хотят убивать СФа. Герой достаточно простой для... Шторм в спирте до шестого уровня. Та же хрень. Вот этот вот. Да, вот этот пацан до шестого уровня. Это такой себе... И что получается? Смотри, что у нас выходит. Это что? Брюмастер в оффлейн. Брюмастер в оффлейн, шторм в миде, фармящий СФ. А может быть, наоборот, фармящий шторм в миде СФ. Тоже такой может быть? Может быть и такое, да. Я не спорю. Я смотрю, у Ашеров там всё плохо. У Ашеров заваленный горизонт. Заваленный горизонт на 100%. Потому что они проиграли две катки 16-2. Сейчас они играют с Суцайдерами. И даже им они уже проигрывают 14-13. Кстати, я тогда начервил. Это не Ашеры, это флипсайды. Я просто вспомнил про Марика. Подожди, а Ашеры как сыграли? Ашеры? Ну вот, играют. Это их первая? Вторая вроде бы. А первая как сыграли? Не помню точно. Что я на флипсайдов наезжал. Да, я просто вспомнил Марика. Потом только вот недавно вспомнил, что он не в Ашерах уже как давным-давно. Ну там пока идёт упорная, упоротая борьба. Ну что, и Клак, и ВРочка ласт пиком. Почему ползают? Это, наверное, у тебя на планшете что-то. В смысле? У меня на планшете? Что? Это он так... Вот так вот мне покрутить его, что ли? Покрутить. Я не могу включить другой стрим, там нормальная картинка. Ладно, всё, забей. Короче, Виндрейнджер ласт пиком у команды Дуза. Москву 5 забирают Клак Вурка. Вроде всё понятно. Верочка в мид, который будет стоять, это очень неплохо. Ты смотри, какие фавориты Москву 5-то в этом матче. 1,3 на них коэффициент, в то время как практически 3 ровно на Дузу. 2,94. Ну, я бы вот так на самом деле не ставил. То есть, ну, не знаю... Ты бы ставил на Дузу. Я вчера ставил на Дузу. Что мне должно помешать сегодня? Ну, я боюсь, что уровень игры, возможно, может тебе помешать. Чей? Мой или Дузу? Твой бы вообще никаких шансов не оставлял. Откуда ты знаешь, что вот сейчас ты сидишь и прикалываешься, а через год будешь комментировать мою игру на Интернешнале? Кто его знает? Может, так и будет? Так и будет, но не в этой игре. Где-то вставкап какой-то на Интернешнале. Ставкап или... А что, если по Ходсу выстрелю? Будет Интернешнл по Ходсу. Может быть. Я буду его и комментировать, и играть. Короче, ну вот пока что вам турнир на таблице, но мы вам напоминаем, что у Москва 5 там очки посчитаны кривовато. Соответственно, у них нет побед, у Дузы также нет побед. У них по ноль очков, и сейчас решается судьба этих двух команд. Кто останется в старой серии, а кто же ее покинет. Ну, а дальше у нас будет матч Secret LC. Там все тоже, в принципе, просто. Ну, давай не будем наперед. Просто, не просто, не ясно. Да вот и зикатка там вообще. Я вчера тоже думал. Изи катка, две по 15, домой быстрей, кино, кино смотреть. 61-е, Москва 5 выиграли, Пупей в шоке, все в шоке. Артизи уматывает удочки с меда. Так, ладно, я не могу это наблюдать. Во-первых, там Hellraiser, кажется, проиграли. Подожди, 1 в 2. А, ну ладно, ладно, ладно. Застрелили, смотри, как это вот типа просто. Там 14-15, сейчас допчики. Они взяли первый раунд за последних 10, по-моему. Да отстань ты от них, что ты приколупался? Им надо взять один, и все. Это будут допы. Отстанет людей. Им надо было взять три, они бы выиграли. Это так просто, да, вот? Вышел, поставил, ты сам сказал. Вышел, дал, дал. Я сегодня учил, да, просто надо выиграть раунд, пошел, дал по лицу. Все очень просто. Я запрещаю паузы с этой минуты. Реально, все, никаких пауз. Знаешь, как реклама обычно? Никаких пятен больше. Никаких пауз. Никаких пауз. Ну реально, это бред. Хайпинг. Смотрим. Хайпинг, привет. Ну, у Кингера, да, 250. В принципе, у Лонблайф Трэджеди тоже под три сотки. Ну сколько можно? Это каждая игра у нас стартует с того, что мы наблюдаем паузу, и там кто-то АФК, кто-то еще что-то. Ну, в общем, трагедия. Да, тут говорят, что по 250 пинг. Это реально много. ГРМК. Ну можно, в принципе, попробовать ГРМК? Не поможет, пишет. Не поможет, братан. Тут не в Е там дело. Уви. Гоу-плей тогда. Ну я надеюсь, что сейчас устаканится ситуация. Там, я смотрю, уже потихонечку пинг начинает попадывать, понижаться. Что ты там смотришь? Я смотрю решающий раунд, который, судя по всему, не упадет в копилку кашер. Ну смотри, смотри, там кучер, кучер пошел ставить. Нет, не пошел ставить. Да, джу-джейм. Еще нет, да. Так вот, значит, нет, вот это, значит, еще нет. Интересно было бы, да, группу там посмотреть. Ну, в принципе, можно было попробовать поменять сервер. Они хотят, вторые просят секунду, типа, окей, что? Ну я сейчас еще посмотрю, что там происходит. Пинг, по сути, не особо сильно падает, по-прежнему 230-240 у некоторых персонажей. Они просят рехост. Так, ну что, на стоке рехост будем? Я не знаю, но они не выходят. Сейчас я у них все выясню. Все. Замашню. Гоури хост. Да, гоури хост. Гоу дота. Гоу дота я создал. Да, ты создал. Все правильно. Так и есть на самом-то деле. Сервер найти. Слот займите, сударь. Не дави на меня. Не люблю, когда ты на меня давишь. Ты больше, конечно. И даже выше. Я выше уже. Я выше. Я больше выше. У меня тоже горизонт завален. Вот так вот? Я тебе могу подровнять горизонт. Себе подровнять горизонт. Ну и куда делся последний игрок? Он у них, вот, вернулся. Кик, кик, кик. Да, кик, кик, не волнуйтесь. Два раза ку. Кто это? Да, сейчас я всех повыкидывать не волнуйся. Я думаю, это какой-то опять тип ворвался к нам в лобби, которого надо было. Наказатель. Да, да. Там надо лого. Короче, у нас, как обычно, логотипы никто не ставит. Кому они вообще нужны? Будут играть дайеры против дузы, например. Дайеры против дузы. Пап гейм. Да, да, вот, все. У меня вроде бы все проставились. Поехали. Знаешь, это как в комедиях каких-то, так, типа, все, тебе конец. Я вспоминаю, самый четкий момент, это фильм «Васаби». В начале, когда он заходит в банк, а там, типа, эти террористы. И вот эта девочка с рычажком на бомбе, когда он к ней подходит, она такая... И просто подача сразу, на. Так же сейчас и ты выглядел, типа, клац, типа, старта нет. Клац, клац. Клац, клац, клац. Клац, 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 да. О, ладно, друзья, начинаем мы потихонечку, вернее, продолжаем смотреть этот матч. У нас тут драфты, все дела. Да, они быстренько сейчас закончатся. Да, надеюсь, что быстренько, по крайней мере, должны набанить и напикать. Ну, точнее, набанить-то пофиг чего, напикать тех же героев. Желательно. Да. Так, я пока быстренько прочекаю пинги, возможно. С пингами нынче проблем уже нет. Да, у всех пинги хорошие, в районе 100-150. Так что все будет тип-топ. Можно узнать, почему дуза превратилась в брови-гейминг? В брови-гейминг? Сюда. Не знаю. Не знаю, почему они превратились в брови-гейминг. Пытай-решапл произошел, пока игра грузилась. СНГ-решапл. СНГ-решапл. Ну, я думаю, что мы можем где-то дать братского подзатыльника ребятам из брови-гейминга, чтобы они больше так не делали. Да, кстати, друзья, для тех, кто смотрит в Дота ТВ или собирается только смотреть Дота ТВ, мы напоминаем, что билет уже выпущен. То, что с ним идет сетик на Слардара, и то, что этот сетик будет еще дополнен со временем волвами. Они докинут туда второй стиль, свечение оружия, все дела должны. Мы вчера машинили, и они сказали, что мы все сделаем. Сорян, братва. Все будет норм. Гей прям так отписал. Сорян, братва, все пофиксим. Олухи не справились. Ну, типа того. Поджопников надавал. Инфа была примерно такая. Ладно. Б-г-г-г. Они же брови-гейминг. Ладно, они же дуза. Нет. Давай называть их теперь брови-гейминг. Брови-гейминг. Ну, потому что, типа, захотели быть бровями, будь шевелят. Хорошо, хорошо. Тогда пугна должна быть у них в пуле обязательно. Пугна, да. Самый топ брови-шевелистер. Шевелистер. Шевелистер. Профессия какая-то шевелистер. Специализация. Есть шевинист. Это шевелистер? Это шевелист. Шевелист. Короче, давай пройдемся, кто на ком у нас будет играть. У нас кибертурист будет играть на Шторм Спирит из команды Москова 5. Бигнум Брюмастер, Кинггер на Дазли, Чоми, Шадоу Финт и Автерлайф Клак Ворк. Ну и БГ, который Андершок на Виндрейнджер. Флоу Бетрайдер. Лимбо мы видим на шейкере он искатает. Век на Лионе. И вот на нижней линии там сейчас Аксмо будет против Клакверка бодаться. За руну сейчас начнется Махач. Уже занимают эту руну ребята из М5. Тут Бигнум ворвался. И, кстати, ему сейчас могут ворвать нехило так. Ну ты подожди. Здесь на самом деле Андершок. Пауэршот, который ни разу не кинул. По какой-то причине я не знаю, но он ни разу не кастанул Спелл. Хотя мог изначально прошить и уже все увидеть. Но погибает тут в любом случае ВРка, которая не кастует. А мы, кстати, у Бетрайдера тоже могут быть проблемы. Его увидели. В любом случае ему придется облетать всю эту движуху. Хотя нет, 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 нет. Флоу нормально, нормально полетел. Вернется сейчас к себе на линию, наверное, кратчайшим путем. Хотя Дазл может сейчас ему вспенять тут на пихонько. Да, вот Дазл его сейчас увидел и отправляется гонять. Ну и что по линиям выходит? По линиям, посмотри, у нас в миде стоит пока что шейкер. А, вот потому что Андершок возвращался. И сразу сходу пауэршот. Вот так вот. Не докастовала в файте, докастую сейчас, да? Ну реально, то есть пауэршот кдшится быстро. Это 120 урона, если что. Это 3 тычки примерно с учетом армора от VR. Его можно было кастануть еще до появления руны. Заставить потерять хп, либо сожрать там тангус и так далее. И он уже откатится. Да, все верно. Ну и смотри, сейчас получается дабла такая в миде от Moscow 5. Кингер вместе с Чоми будут пытаться гонять Андершока. И попутно не давать ему гонять в Шадоу Финда. Посмотрим, что из этого получится. Пока вроде более-менее. Пока вроде бы у Чоми там 4 добитых крепочка. 4-1 у Виндрейнджер. Бэтрайдера тут вроде не особо должны гонять. Вот этот опять суппорт Брюмастер, как мы видим. Все-таки именно так решили расставить линии. Кто Брови Гейминг? А, нет, это Moscow 5. Брови Гейминг. Ну, Брови Гейминг. Страдает Бэтрайдер у Брови Гейминг. У Бровей, да, Бэтрайдер страдает. Брови у Бэтрайдера страдают, я не знаю. Что-то явно страдает. Это бешеная реклама. Нет, реклама реально прикольная. Ну, это, она просто заезженный уже мотив. Там, смотри, кстати, Клокверк нашел Века. И отличнейшая фиссура. Да, Века очень сильно фартануло то, что Шейкер его смог спасти. Пусть ты жопой и по Когам проехался, но при этом ты цел-здоров. Жив-цел-орел? Да. Не, ну, я думаю, что болит потом после Когов. Да, да, да. Смотри, 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 Бигнум заходит. Клэп, Андершок, пошел на Виндране. Бигнум идет дальше. А у него есть тапок. У него просто был тапок. А у Верки тапка не было. И вот он, суппорт Брюмастер с тапком. И кто теперь тапок? И кто теперь суппорт, он говорит. Вот так вот. Ладно, Чоми имеет третий уровень. До Ботла ему еще придется парочку ластхитов сделать. А сейчас очень трудно это будет, потому что Верочка возвращается на лейн. Отъедается тангусами, но тангусы такой себе хп-регент, скажем так. Нужно что-то посерьезней. Посолидней? Посолидней. Ну смотри, там солидный Джиггернаут, например, сейчас стоит на нижней линии. Вот у него как раз крутилочка-то первого уровня. Не максит Блэйд Фьюри. Он и Хилинг Вард не максит, я так скажу. Кстати, да, отсутствие Хилинг Варда тоже весьма любопытное. Там Чоми в миде сейчас неплохо страдает. Вроде крипов у него добито нормально, но при этом Верка его сейчас довела до покраснения. Правда, Боттл уже едет. Ну что, Андершок. Две смерти уже. Две смерти на четвертой минуте у мидера. Это печально. Я могу с уверенностью сказать, что это печально. Ты проходил через такое? Я не раз. И не двас. Много раз. Эх, раз. И еще раз. Поэтому я не хожу в мид. Нормально, кстати, СФ сейчас уже размел сам Верочку. Вот так вот, зашел. Вот, яркий пример того, чем нужно заниматься в миде. Ты просто пришел, увидел, что ты такой уж более здоровый, так как у тебя был Боттл. Ты отпился. Пошел, дал сразу же пару кайлов по физиономии, и все. И теперь враг при отсутствии должного регена как-то осторожничает, непонятно чем занимается. Вот, просто смотри, он зашел в мид, и у Андершока остается 100 хп. Просто пришел, дал средний, дальний, тычка. Да, и теперь что делать Андершоку? Правильно, теперь ему надо... Вот, просто подойти на дальний койл и умереть, например. Что это за хрень? Ты можешь мне объяснить? Ты наркоман или что? Ну, объясни мне. Ты вещь СФ, а ты можешь направить на его спелл, прочитать, сколько он наносит дэмэджа. Посмотреть на свое здоровьечко, понимать, что его маловато. Майнсить. Майнсить, отъедаться, джрать. Отжираться, отжираться? Отжираться, да. Ну, а что это за бред? Ты подходишь под дальний койл. Ну, вот он подошел. Никакого скилла. Он разводил, смотри, он специально отдает стрик Шадоу Финду, для того, чтобы сейчас его убить. Приходит Век, пошел Хекс, тут сейчас еще будет Фиссурка. Да, Чоми тут выжить не должен, хотя летит Даззл. Даззл уже здесь, под хилл есть. И Грейв, отличнейший. Правда, Андершок вешает станчик и, в принципе, норм. Минус СФ, видишь, отомстил. Отомстил. Только всей команде пришлось сюда прийти, чтобы он отомстил. За то, за что мстить, в принципе, и не пришлось бы при других нормальных условиях. Не было бы всей команды, СФБ опять отомстил Андершоха. Смотри, Даззл, например, левел 4 получил. Дальше что будет качать, интересненько, Грейв или Подхилл? Или, может быть, вообще Пойзонтач? Да не, Пойзонтач вряд ли будет. Ну, сейчас поглядим, поглядим. Бэтрайдер горит на Штормспирита. Штормспирит-то уровнем недостаточно большого. Поэтому проблемки начинаются у Штормспирита. Штормспирит сгорает. Проблемки уже закончились. Нет, у Штормспирита нет проблем. Да. Но Бэтрайдер докупает себе Транквилл. Андершок опять на лоу-хп здесь тусуется. Хотя у него еще есть заряд в ботле лишний. Так что, по сути, он отпился. Ну, знаешь, неоднозначное немного пока начало. С одной стороны на топе погибает Шторм. С другой стороны в миде уже трижды отъехал Эвендрейнджер. Ну, что там у Чоми? У Чоми пока, правда, только 16 душ сколлекционировано. Ну, блин, тяжеловато, конечно, когда на тебя набегают три типа. Ты привык тут, что мидер у тебя не особо обременен умом и сообразительностью. Его спокойненько овнешь. А тут хопа и еще три человека. Или два. Ну вот. И чем занимаются дальше эти три человека или два? Пока что Лимба у нас стоит на топе вместо бэтрайдера и пытается там фармить. Причем подвышка у него это неплохо получается. Вот он сейчас забил трех крипов. Если еще рейнджевого сейчас доберет, будет вообще замечательно. Ну, не добрал, но тем не менее. Он добил трех крипочков. Заработал немного денежек себе на Арканбуце. И уже практически поднял пятый левел. Как бы это норм. Ну, вот сейчас, правда, он умирает. А так, в принципе, норм, да. И вас ему упалили. Прыгает дальше у нас Кибертурист. Еще прыжок. И это фраг. Ну, знаешь, вот дуза что-то умирают, как будто они не в курсе обилок героев вражеских. Как ты правильно тогда сказал. Можно навестись, например, посмотреть. Вот Клокверк в миде напал на Андершока. Подходит Чоаме. Средний. Дальний. Все очень просто. И Afterlife спокойненько уходит. У него есть боттл. Ну, еще Clarity, боттл, ласка. О, Салва, да, Clarity. Все что угодно. Сейчас он выпьет вот именно, да, эти две бутылочки сразу, которые чуть более универсальны. Сейчас просто залился вот так, знаешь, с двух стволов. С двух стволов, да. Микс. Шторма. Шесть стаков сейчас будет. Пошло на сот, тащит. Ну, тут нереально выжить. Да, выжить действительно нереально. У Дазна не было телепорта. Он спешил пешком спасать товарища. Ну, куда ж там ты успеешь за этим товарищем-то? Ну, и как раз время обновить ворды. Вижен действительно уже рассеялся. Восьмая минута на дворе. Четыре смерти уже у ВР-ки. ВР-ка по-прежнему с тапком, нулем и ботлом. Больше ничего толком не прибавилось. Две тысячи нытворса против практически четырех тысяч у Шадуфинда. Вот такая вот разница в миде у нас, друзья. Да, и снова откатывается Хукшоту к лакаун. Сейчас опять, наверное, попытается обойти и влететь. Правда, Леон на подстраховке стоит, поэтому не так все просто будет. Да, в любом случае, ВР-ки хватит. В ВР-ки достаточно два кайла залепить. Вот там под ракетку, Хукшот и все дела. Да, вот смотри, вот Афтерлайв занял позицию. И... Хукшот, правда, пока что не хватает длины Хукшота. Вот он подходит и поехал. Не достает. Точнее, нет, он достал, он просто промазал. Он просто промахнулся. Действительно, он просто промахнулся Хукшотом. Что ты там подсматриваешь? Я смотрю, что следующее будет. Следующее... ЦЛГ НИП. Нет, это мне неинтересно. Что тут еще у нас есть? СФ, ПТ на интеллект, Боттл, Аквилка. Пошел фармить леса, хочет сделать себе еще один стак. Делает его кайлом, причем такой скилловой, типа. Жесткий, что ли? На 53-й такой, бах, кайлятину. Слушай, да у СФ и действительно все просто замечательно. Посмотри на его запак. У него ПТ Аквила, у него уже 800 хп. Это с ПТшечкой на интеллект. Так, там тысячу будет уже, считай. Ну и по сути... Потихонечку придется ему Юлу, скорее всего. Страшно будет против такого СФ-адракса. Бигнум в инвизии. Есть ультимейт, VR-очка, пауэршот. Да, Бигнум сейчас в СМАКе может этой VR-ке настроение испортить. Опять же, у нее просто виндран. Вот это единственная проблема. У кого Юл? Ну, в смысле, бремастер раскладывается, Юл продержали, примяли. Это да. Джиггернаута оставляют там на фрифарме. Да и Шекера тут вроде пытается как бы фармить. Сейчас у него деньжат уже должно хватать на Арканы совсем скоро. Вот так не получилось добить Крепочка. Блин, очень досадно. Стычка на ру не должна быть. Вандершок, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Бэтрайдер запрогнул Кингера не в ту сторону, по-моему, потащил немного. Хотя, пауэршот, грейв на себя, хукшот Вандершока, 2 КЛА минус. Догорит, конечно, Кингером, потому что стоит на фаерфлае, ну и надо разбегаться. При этом он не хилялся, не знаю, может просто забыл, но да ладно. Эти начали забывать, как и билки работают. Да, просто там хил третьего левела, кулдаун очень маленький, всего лишь 8 секунд. Возможно, просто как раз вот этот же секундочку он и закончился, когда он погиб. Но я так прокликал, смотрю, вроде бы КДшечки не было. Бигнум. Бигнум сейчас тут двух товарищей найдет. Причем эти два товарища Бигнуму совсем ничего сделать не смогут. Так, сейчас должны нападать на Шекера. Да, на него действительно нападают. Шекер Эхо Слэм, очень классный. Кибертурист ушел. А Бримастер ушел также, только чуть побыстрее. Слушай, ну тут 5 человек. Тут реально 5 человек. Трайхарды такие. Походу заколупали сейчас М5 своего оппонента такими вот врывами. Да, естественно, ничего привязать не получилось. А, сейчас ВР-чка просяет. Да, ВР-чка проседает, слушай. ВР-чка реально проседает. И сейчас сюда один телепорт от СФ. А СФ просто пешком уже пришел. И просто в рассыпную. Просто в рассыпную. Сейчас все убегают. Килингварды там. Давай. Кикай ты, хлопти. Хукшот. Отличный. По двоим. Сейчас Койлы будет. Бримастер раскладывается. Пошли булыжники. Первый Койл. Второй Койл. СФ с руки. Лимбо. Ну и Омни Слэшем, конечно, Клока зарезали. Ой, какой хороший-то Шеклшот получился. И получится, возможно, даже у Джиггернаут отсюда уйти. Хотя слишком много дамаги. С руки ему заливают. Биг, но дальше не пошел. Уже просто ничего не успевал сделать. Ну, Клокерка на двух суппортов, получается, разменяли. При этом и там Керри подфармил. То есть ситуация тут ровный размен, можно назвать его так. Да, единственное то, что Чоми собрал себе уже Мидас, и он у него после этого файта практически окупился, потому что 1100 снова на руках уже после Мидаса. Атак спид вырос, подфарм тоже вырос, экспириенс растет. Вот сейчас реквием второго уровня уже будет. Если он кастанет, не дай бог, на такой минуте реквием. Это жесть. Ну, terrible, terrible damage. Сейчас ВР-ка со своими вот этими пауэршотами выглядит совсем не круто. Что Клокерк вот в предыдущем эпизоде очень классно влетел. Дал возможность в Шадоу Финду дать верочных два кайла по двум героям. Это очень много урона. Ну и смотрим на Шторм Спирита, у которого сейчас уже вот пару крипочков. Я хотел сказать, чтобы ему оставил ремастер, но ремастер сказал нет. Не сегодня? Not today, говорит. А, бремастер хочет тоже себе явно на даггер насобирать бабулесов. SF, я думаю, с радостью бы отсыпал бабулесов, но нет. Ну там Оршид совсем скоро будет у Шторм Спирита. То есть вот сейчас 14 минуты идет, у него два обливион стафа, и это означает, что скоро появится тот заветный. Так там смотри, там сейчас будет Орхид у Шторма, Юл, у SF. То есть SF будет убить сейчас в принципе очень тяжело, потому что джаггернаут с омни-слэшем особо работать на нем не будет. Там можно от каких-то шиклшотов уворачиваться и всего такого же. Ну и естественно Шторм. Шторм, для которого сейчас Леон станет легким фрагом. ВР-ка. ВР-ка тоже станет легким фрагом. Фрагом. И в принципе Шекер, я думаю, не намного сильнее. Смотри, Шекер, в бюдвизе. Если SF сейчас подойдет, так и станет свой... Что он не кастует? Что он не кастует? Не дотянулись. Шекер даже брови не повел. Ну да-да, тут умирает Лимба. Я думаю, что он сейчас просто подойдет в упор и... Взорвет, да? А что нет? Ну это было плагично. Просто подойти, нажать кнопку и реально взорвать этого Шекера. Кстати, Юл уже, вот считай, готов. Не хватает Вейдстоуна, походу. Баунтирум для Шторма. Бэтрайдер с Дайгером готов, из что врываться. SF срученький, срученький, вышечку. Да, причем, забрав эту вышечку, сейчас он фактически даст Шторм Спириту Орхит, хотя Шторм и так сейчас нормально в миде подфармливает. ВР-ка очень что-то тут разбегалась. Да, вот он готов Орхит у Шторма. Ну еще тычку. Хорошо. Давай, докупай. Есть, есть рецепт. Ну и вот с ним сейчас можно будет начинать чудить. Любой соло-таргет на карте, который загулял немного, тут же отправляется в таверну. Да, готов Юл, готов Орхит. 15 минут не прошло. Два нереально сильных артефакта очень рано. Плюс Мидос у Сэппу. Плюс Мидос у Шадуфинда, да. То есть у Нитворос какой-то умопомрачительный получается. Да и Джаггернаут сейчас смотрит на это все и осознает, что он немножко запаздывает. Хотя Джаггер силен. Джаггер точно так же, как сейчас и СФ, и Шторм Спирит будет спокойно в соло расправляться с парой персонажей. Брю развалился. Заставили развалиться. Лассо еще не потрачено. Ну и будет ли какой-то врыв в мидл? Зная то, что два игрока на топе, можно попробовать. Ну вот, наконец, Орхид долетел. Штормина будет ли влетать прямо сейчас или все-таки подождет немножко. Просто нырять совсем агрессивно опасно, так как сольные герои, каждый по отдельности для Шторма, сейчас очень легкая цель. Но вдвоем тот же там Шейкер Леон или ВРК Шейкер... Что-то же он пролетел мимо Бэтрайдера. Просто пролетел сквозь Бэтрайдера, понимаешь? Пролетел. Прям совсем пролетел? Сквозь, да, туда, в магазин. Смотри, смотри, сейчас тут вышечку динает. Шторм Спирит, хорошо. Ну слушай, что у нас происходит по графикам? По графикам вот это наращивание преимущества уже остановилось. Уже мы видим то, что на 4 тысячах они застопорились, эти графики. Ну и М5 должны сейчас сами идти бычить. Они должны сами сейчас идти нападать. Возможно, ждут Даггера на Бигнуме, потому что у него не хватает всего 130 золота до этого самого Даггера. Хилингвард надо ломать. Под Хилингвардом драться нельзя, ты ничего там не сделаешь. Ну Шторм есть, вот, очень удобный герой для этих вещей, это Шторм Спирит. Просто подпрыгнул к нему поближе, тычку дал и упрыгнул, куда тебе там дальше надо. Ну и что, чё мы на ботами? Продолжает сплитпушить, 1400 на руках, ПТшечка Аквила Боттл, Мидас ПКД, Неузит, Лок, Иллюзии пытается ей развести хоть на что-то. Такой жук. Джукинг. Джук. Ну, джукинг, правильно. Джукинг, правильно. Ну и я где-то это уже видел. М5 начинают играть в Лондон Конспираси, они просто начинают ничего не делать. Обосновывая это тем, что да, мы же круче начали, у нас всё замечательно, нам больше ничего делать не нужно совсем. А ведь нужно, нужно. Судя по графикам, нужно, потому что они полторы тысячи уже слили по золоту. По экспе всё стоит на месте, но с каждой минуткой эти 2000 экспириенсов превращаются в ноль. Потому что в какой-то момент 2000, да это и сейчас уже ничего не значит, по сути. Ну вот, а дальше что у нас будет получаться? Дальше у нас будет получаться, что какой-то там Леон с Хиксом, Шейкер с чудовищным просто прокастом летят в один прекрасный момент Джиггернаута и поубивают там всех. Единственное слабое звено у Дузы, по мне, это Гендрейнджер, которая пока что совсем слабенькая. Ну что, будут пить совершенно? Их спалили. Ракеткой прекрасно знают, что они там. Шторм. Цепанули, потащили. Ну не дотащат же, не дотащат же. Там Леон, Леон, Леон должен быть. Шторм. Вытолкали, да, действительно. Отличный пауэршот. Хоть одно сейф ТП было на Т2. А у нас было бы на ТП. Он мог легко прилететь на Т2 и повесить грейд. Легко. Не-е-е. Не-е-е. Тяжело. Долететь надо. АПМы вот эти вот. Локверк нападает на Века. Века поймали. Фисурка отлично отрезает Бигнума. Бигнума пытаются с прокаста забрать. Бигнум успевает разбремастерироваться. Афтерлайф умирает. Шадуфин. Что-то там реквимов соус замахивается. Туда-сюда там попытался кайлы какие-то дать. Ничего не получилось. Шторм запрыгивает. Шторм сбивает Бека. Тянет к тебе Аксму. Еще одна фисурка прям на голову. Да. Уже очень-очень коцанный брюмастер умирает от пауэршота. Но здесь Верка готова сейчас пострадать, видимо. Она пока вроде не готова пострадать. Она просто убегает в тупую. Что-то Москва 5 совсем сдали позиции, как по мне. Они при таком серьезном оверфарме, не побоюсь этого слова, сейчас не способны сделать ничего. А что же произойдет, когда враг догонит их? В принципе, враг уже догнал. Если смотреть по общим графикам, мы видим, что разница уже менее 2000. По XP 0. По XP, да, совсем 0 уже. Ну что, доигрались, М5? Да вот я не понимаю, что у команд случается с их стальными командными яйцами, когда они начинают чуточку выигрывать. Ну отлично, у тебя появился Оршад, реализуй. Иди просто прыгай. Хотите, сплитпушьте, пусть они растягивают. Ну делайте что-то, не надо вот это вот... Закрылись. Ну да, да, и все, и фармлю с Орхидом, быстрее фармлю. Нет Вижена? Хорошо, пойди, там сам купи ворды. Вот как один из ярких примеров, когда Дэнди играл на Пудже на одном из турниров. Вот он просто сам купил ворды, сам купил себе смоки, пошел, сам разобрался с пацанами. Потому что ты никому не мешаешь, тебе, ну ни на кого, во-первых, не злишься, сам делаешь то, что ты хочешь, то, что тебе нужно. Все, при этом ты потратил 250 золота. Там 350 золота, окей. Для шторма эти 350 золота, это просто вот... Две пачки крипов, которые ты забираешь постоянно. Стоит пока Хеллингвард, шторм начинает подсвечивать, Бэтрайдер прыгает на Шаду Финда, и у СФ очень большие проблемы, чем ее забирают. Ну вот, Юл, почему не нажал? Потому что он вдох в лассо Бэтрайдера. Так, для того, чтобы Бэтрайдеру дать лассо, ему надо прыгнуть, нажать на тебя лассо, взять и уже потом убивать. А тебе нужно просто сделать дабл-клик. Вот в чем суть. Будет хук-шот. Пока только Блэйдмейл. Ну, хук-шота нет у него, у него в кулдауне 45 секунд еще. Тут Бигнум нарисовался, секунда у него до... А, у него мана уже нет. Ну все, приплыли. У него просто Леон высосал ману и не смог разложиться, он на Бремастерят. Где там Джиггернаут этот? Он хилился. Хеллингвард. Стоит под хил. Он не слэш есть, видит шторма. Есть Хеллингвард, опять его не забирают. Как вы собираетесь забирать Джиггернаута, пока стоит Хеллингвард? Ну, там забайтили на Хеллингвард сейчас Афтерлайфа. Отличный шишиклшот! Просто офигетительно! Ману высасывают у кибертуриста. Мом. И не уйдет. Крит будет? А вот так просто его подрезают. Да ладно! Шторм со стиками! 10 зарядов у него там было, между прочим. Телепорт подобрал. Нормасик. Ну, добьют Рошана в любом случае ребята из Брови Гейминг. Ну да, они же Дуза. Они же Дуза Гейминг, да. Как там Гоша, он же Гога, он же Жора. Вигдум, запрыгнул. Фессура. Чуами. Пару крыточков получил. Там еще и Дазл нормально наполучал. В результате Аксмо зарезал Дазла и пытается уйти. Как он отлично увернулся только что от плюхи Шедуфинда Мантастайлом. И только-только теряет Аэгис. Будет ли хилпа? Будет ли хилпа? Шейкер идет хотя бы дать Фессуру. Патрайдер тоже рядом. Хотя бы Флеймбрейг какой-то дать. Раскасовались на Аксмо. Ставится Хилингвард, но нет. Отсюда не уйти. Да, там Шейкер шел дать Фессуру. Но в это время как раз поймал он Requiem of Souls. Вот этот последний, знаешь, такой пиксель души в него попал. Да, и у него там было 50 хп или что-то типа того. Да, ну и вот, опять же, все эти графики наконец-то остановились. Теперь уже, скажем, остановились в пользу команды Moscow 5. Потому что они наконец начали более или менее там что-то драться. Даже где-то что-то выигрывать в этих замесах. SF там уже практически Скади себе дособирал. У него вот сейчас Ultimate Orb через 150 золота и Orb of Venom. Все, Скади готово. Да, Скади готово. Ну и SF-чик, если, конечно, он также будет подставляться под Бэтрайдера, то там как-то по барабану, по-моему, Джиггернауту с его унислэшем. Есть там Скади, нет там Скади. Он его срежет моментально. Да, да. Абсолютно точно. Так, Шторм пока без БКБшек. Вот, вот только я сказал про БКБшечку. Сразу появляется у него Огрклаб. Да, Алибарда, братан. Это сто пудов Алибарда. Ох, да лучше бы уже Алибарда. Видишь, я даже чихнул, значит, правду сказал. Тут же Верка с Мэл Штормом. А какой-никакой дэмэдж выдавать будет? Причем под фокус фаером дэмэдж будет весьма неплохой. 24-я минута. По графикам, по золоту, тысячу выигрывают всего ребята из М5. По ХП проигрывают 2000. Ну, и сейчас начинается просто вот этот замес СФ против Джиггернаута. Кто же из них все-таки круче? С одной стороны, есть СФ с Яулом, который может очень качественно уворачиваться от Омнислэша или там нападать, например. С другой стороны, есть ситуация, когда у него нет Омнислэша, а нет Яула у СФа. Соответственно, тогда он Джиггернауту ничего не сможет сделать. И в этом есть небольшая проблемка. Придется надеяться на команду, естественно. Что они не подкачивают? Run, Bottom Tower! Run! Но вышка не может бежать. У нее нет ножек. Жесткая фраза. Run, Little Bottom Tower! Run! И такая, знаешь, с корешками вылазит. Ну, как в оригинальном Warcraft. А до какого-то патча еще самый прикол был в том, что с Маской Смерти, ну там, неважно, с Доминатором или с Фладбером, ты регенялся об Эльфийские башни, но не регенялся об Башне Нежити. Потому что те делают живые, да, из Веспа. А те здания. А потом это пофиксили. Типа убрали вампирик с башен совсем. Вообще нереалистично, слушай. Ну, да. Не, ну во второй дуке реалистично, потому что тут-то, в принципе, ой, Джаггер под Момом сейчас встрянет. Нет, не встрянет. Ну, подожди, тут ты делаешь хукшот, и ты один, и он делает Омнислэш. Ну, кстати, да, Гаста нет, поэтому рисковое мероприятие. Так, попадать на Джаггернаут, а с Ол Кокверком. Вот опять начинается скучноватенько. Совсем скучноватенько. Ну, не прям совсем скучноватенько, но потихонечку к этому идет. Ну, потому что команды, видимо, смирились с тем, что не получится выиграть вот прям сейчас, выиграв один замес, все равно там они будут отбиваться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И это игра до шести слотов. Здесь хукшот. Макс, монопали, блейдмейлы, все дела. Коги, что-то Кокверк... Такие стеснительные у нас нынче вообще. Персонажи там то кайлы не дают, то Коги, то еще что-нибудь. В лишний раз не хочется красоваться, типа, что скиллы есть. Да, да, да. Скромные. В следующий раз увидит, что Коги нажимаешь, там еще Форстаф себе соберет. А так ты их не ставишь, не ставишь, а потом в один прекрасный момент на голову уронил, и все. А чувак в потерях, он не знает, что это вообще за способность. Форстафа нет. Форстафа нет, естественно. Не готов. Именно. Ну, вообще, да, с такой вот, с таким подходом реально можно с пылу экономить. Ну, это как вот Фантом Лансеры раньше Дупель Волк не качали, когда он у них был. Там Сент-Кинги без песков. Сент-Кинги без ультов круче. Так, вот смотри. Кибертурист. Ну, вот когда Шторм начнет, скажи. Да никогда он не начнет, забыть вообще. Он был на 15-й. Сколько киллов он сделал с 15-ти минуты? Да не сколько он не сделал. Ни одного. Вот смотри, вот Шейкер. Шейкер, изи фраг. Там Бэтрайдер еще. Ну, вот сейчас уже, смотри, он увидел одного, второго, третьего. Хорошо. Вижена здесь нет ни у кого. Кибертурист все прекрасно видит. Понимает, что Шейкер вот спрятался именно там. Вот он его нашел. И вот он ушел. Все. Брюмастер при этом прыгает. Нападает на Флоу. Флоу живет. Кекс. Шекл. Подкоп. Палец. Пауэршот. Но Кибертурист жив. Его лассассирует. И он минус. Ну, так, как сказать. Что, упрыгнет? Да ладно. Да, Шторм отсюда по ходу вообще уходит. Джиггернаут начинает распрыгиваться с омнислэша. Там три героя, поэтому не особо чувствуют это. Пытается уйти, но тут уже Скадя. Скадя это сильный слоу. Сейчас еще и Пойзан Тач будет, как только он закончится. Ну, СФ не в того героя ударил, но вот Пойзан Тач реально поломал вообще все планы сейчас Джиггернаута. Хотя нет, получается у него уйти. Тут же ВР-ка. Что-то там мансит, виндранами бегает. Но тут Клэп от Бигнума. И в атаку, в атаку хомяк. И минус три. Слушай, причем без потерь. Для М5. Шторм начал играть в доту. И остальная часть команды подтянулась. Да, да. Причем Шторм сам-то в принципе ушел отсюда, при этом успел нанести тысячу урона. Джиггернаут выдал трешечку за этот замес. Ну, трешечку, знаешь, по четырям или пяти героям уже не так смотрится. То есть, ну, там по 800 дэмэджа, допустим, окей. Если что-то подхило Дазла, лучше выдать полторашечку в одного, чтобы он наглухо. Конечно, конечно. И причем посмотри, что собирает себе Бримастер. Бримастер уже выходит потихонечку в аганим. Джиггернаут, видимо, БКБ себе решил сварить или все-таки. Или это какие-то там сашияши будет непонятные. Не знаю. Ну, БКБ штука полезная здесь. Тут и Коги, и всякие Шторм Спириты с Вортексами. Ну, с другой стороны, кроме этого, по большому счету, больше ничего нет. Да, он доварил уже БКБ себе. Нету у меня слэша еще. А почему БКБ? Скади работает на БКБ. Хукшот тоже. Это, кстати, один из моментов, которые, на самом деле, мне не очень нравятся. Потому что это, в принципе, делает Скади таким прям супер артефактом. То, что пробивает Блэкинг Бар, эта заморозка. По-хорошему, было бы правильно, наверное, если бы оно не пробивало. Тогда бы и БКБ было больше, ну, более резонно. И Скади было бы чуть менее имбовое. Хорошего БКБ из игры надо убрать. Да не, нормальный артефакт. Это хреновый артефакт. Да классный. Он был хреновый, когда он был 10-секундный с возможностью пересборки и так далее. Сейчас это, в принципе, нормальная тема. Не хочу я видеть Блэкинг Бар. Уберите его из игры. Не, ну тогда будет просто эпоха кастеров. Вообще-то, прикинь, какой экшен будет на карте. Ну, не знаю. Замочки. Новый год. На самом деле, такой себе. Не знаю, мне нравится. Чего тут с руки ковырять? Особенно обидно кастеру, когда его ковыряют с руки, а он ничего в ответ сделать не может. Да, да, да. Ну, так ты можешь собрать себе ГОСТ, например. А ГОСТ можно снять диффузами? А БКБ можно снять диффузами? Сделайте, чтобы БКБ можно было бы снять диффузами. Пожалуйста. Ну, ГОСТ у тебя меньше не становится, в отличие от БКБ? Похрен становится он меньше или нет. Ты в ГОСТе бить не можешь? С руки. Срученьки. Ну, так ты же кастер. Ты кастер, но ты кастер, который может бить с руки. Например, Шторон Спирит тоже кастер. Но он и с руки тебе нормально наваливает. Так Шторон Спирит может сам по себе уворачиваться. Ну, пусть уворачивается. Все, пошли, пошли вот эти споры. Не, ну реально диффуза пусть снимают БКБ. Окей, будет нормально. Репел уже снимают, ничего? Снимают. Пусть и БКБ снимают. Может быть. Так, ну ладно. Что у нас выходит? У нас выходит пока то, что в Смаке ребята из Дузы побежали на Рошана. Они сейчас его, кстати, увидят. Увидят, что он стоит, жив, здоров. У него сразу же набрасывается Джиггернаут. Кстати, вот Джиггернаут выглядит не так устрашающе, как Шадоу Финк с его артефактами. То, что Джиггернаут манта-стайл БКБ. Каких-то два сейвовых артефакта, которые, по сути... Вроде и что-то дают, и ничего не дают. Ну что, БКБ дает Джиггернауту? Возможность бить? Дэмэдж, дэмэдж. Ну, дэмэдж он мало дает. Так, у него криты хорошие. На самом деле, Джиггернауту... Ну, дэмэдж это хорошая штуковина. Там даже каких-то 10, 20, 30... Дэмэдж дезолятор вот за 400 собрал, вот это был бы дэмэдж. Ну, тут никто не сомневается, что это был бы дэмэдж. Ну, тогда бы он не смог бить с этими 400. А это уже косяк команды. Ну, еще Блокенбар появляется у Шторм Спирита. Шторм он действительно необходим, потому что там с этими хиксами... Ой, проблемки... Гост! Грейв! Ну что, где диффуза твоей? Нет, они не работают. А теперь что делать? Ну, а теперь покрутился. Хорошо, там, кстати, вытолкали Клакверка. Клакверк умирает. Джиггернаут по-прежнему жив, но жить ему осталось недолго. БКБ даже нажимать он не стал. Хеллингвард успел поставить, но ловит Койл под ноги. Там еще в Андершок закинули камушек. Поднимают вверх. Флеймбрейк. Придземлили. Минус 4. Бэтрайдер летает. Привет, Бэтрайдер. Уйдет ли с даггера? Не уйдет он с даггера. Да, там опять это Скади. Опять уйти тяжело. Хотя успевает. Успевает Флоу сделать блинкаут. Но это халявный Рошан для Москоу Файв. Они сейчас на 2500 денег тут нафармили. По там 850 получили SF со Шторм Спиритом. Ну и остальным там немножечко досталось. Короче, у М5 тут все просто супер замечательно получается. Несмотря на то, что они вот этот мидгейм агрессивный немножко завалили. С этим Штормом с Орхидом, который ничего не сделал. Но все же, в целом, выглядят они по-прежнему в разы сильнее. И графики четко нам дают это понять. Там Джиггернаут со своим умнислэшем по гостам. Кстати, вот как можно? Скажи мне, окей, я не профессиональный игрок, я профессиональный комментовач. Давай, говори комментовач. Почему ты используешь умнислэшный герой, у которого есть гост? Ну, потому что ты, наверное, не думаешь о том, что у него есть гост? И не надо думать. Дота сделала все так, что не надо было думать. Она не скрывает инвентарь противника. Ну, тут действительно странно то, что именно на Клокверка набросился. Действительно, чуть ли не единственный герой с гостскептером. Я тебе так скажу, что это не самый тонкий герой. У него 16 армора, 1500 хп. Да, на самом деле, 16 армора, 1500 хп. Вот Джиггернаут на него без госта прыгнет и посмотришь на эти арморы. Вот, вот, просто. Это еще крита. Так это крита еще ни одного не было. В принципе. Он БКБ прожал. Кто? БКБ прожал. Кто? Джиггернаут. Ну, и что? Ну, ни хрена себе. Блин, месить оффлейнера мейн керри под включенным БКБ. Конечно, там, типа, маловато шансов будет. Не, да в любом случае. Я к тому, что нажмет он, у меня слэш на Клокверка, у которого не будет госта, Клокверк умрет. Не факт. Такой ты вот это вот... Ну, сколько, 9 прыжков? Давай. 200... Ну, плюс тысячечки. Ну, может быть. Может быть. Может быть, а 100 пудов. Клокверка там 50 резиста процентов. Хорошо. Ну. Ну. Он 50 от резиста. Хорошо. Не убьет. Ну, а криты? Да давай там еще... Смотри, смотри, смотри. Там прыгнул Бэтрайдер, вытащил Бигнума. Начинается распрыжечка от Джиггернаута. Очень качественно залетают подачи. Чоми вообще ничего сделать не успел. Хороший шиколшот, просто замечательный. Там Аегис еще. Ну, так все равно, это халявный Аегис. Чоми до потери Аегиса не сделал ровным счетом ничего. Хорошо, что нет БКБ. Поэтому он ничего не сделал. Он и сейчас из стана не выйдет. Его просто запинает гребаный Эрдспирит. Тфу, Эрдспирит. Эрдшейтер. А на болевшем, да? И он бы запинал. Ну, и тут Кингер тоже погибает. Сейчас мы видим абсолютно безидейную ответку от Дузы. И Moscow Five выглядят какими-то беззащитными. Потому что у Шадоу Финда нет гребаного БКБ. Нажимаешь и 10 секунд ты неуязвим для команды оппонента. Тебя не могут связать, захиксить, подкопать, зафессурить и застомпить. Па-бам! Выговорился. Срыв покровов, что ли? Да, срыв покровов. БКБ щемит игры. Щемит игры, да. Особенно, когда ты на СФ и у тебя срученьки 200+. Может быть, ты преувеличиваешь? Я не преувеличиваю. Любой скажет, что я не преувеличиваю. Любой СФ с БКБ тебе скажет, что срученьки он разбил бы лица там всем. А тут Шейкер. Пум! Пум! Такой, да? Пум! И те еще три. Еще два барабанщика наваливает. Там, кстати, интересно, Джаггернаут будет ли докупать себе башер прямо сейчас, потому что денежка у него есть. Башер бы реально не помешал. Потому что даже при появлении БКБ у Шадоу Финда он сможет его хоть как-то контрить. Вот. Только мы об этом заговорили. Сразу же он его себе докупает. Ну и я жду БКБ УСФ. Жду. Ждешь? Да. Жди, и он придет. Следующим айтемом он по-любому появится. Жди, когда идут дожди. Че? То. Наркоман что-то? Никогда не будет этого БКБ? Не будет? Будет. Я уверен. Да ладно, будет, будет. Уже 3000 есть, осталось совсем немножко. Но если не будет, то брови гейминг забирают первую каточку. Смотри, там Шторм прыгнул. Нападает на Лимбо. Лимбо почти даже убил. Почти даже убил. Тут сразу фокус фаер. Ну, нормально получается. Размен великолепный. Никто на Шторма. В принципе, я думаю, ребята должны быть довольны. Фокус фаер. Фокус фаер, даже Торма. Воу, воу, воу. На 125 маны разбил, между прочим. Вообще, да. А с Реганом 4.2 это почти на 38 секунд. Да это, кстати, дофига, слушай. Хрена. Чуть дольше в таверне сидит. Как раз, да, вот он и сидит. Смотри, трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Здравствуйте. Кого там поймали? А, я понял. Ну что, вот два человека погибло просто на подходе к базе. Вернее, один на подходе к вражеской, один на подходе к своей. Как-то совсем гибло. И еще Тир-2 сейчас будет разрушен. Конечно будет. С фокус-файром и аганимом? Изи, Тир-2. Короче, такие качели в этой каточке нереальные. Посмотри. Никаких качелей нет. Нехрен выколупливаться. И вот он покупает, знаешь что? Братан, я тебя разочарую. Увернуться от стана нельзя. От фиссуры можно увернуться. От стана нет. Когда тебя по голове тотемом бьют. Такой мансит. Стрейфиться, стрейфиться. Пошли манси. Смотри, опа. Смотри, смотри, смотри. Стрейфиться, стрейфиться же. Стрейфиться? Да, да, да. Смотри, отстрейфился. Хорошо. Идти качели. Ты понимаешь, что в лесу не оказалось ни одного дерева, к которому привязала бы ВРК. Вот СФ стоял здесь. Если что. Как это возможно? Ты понимаешь, что когда... Вот допустим, если бы в СФ окинули шеклшот где-то вот в этой точке... Привязался бы к чему-нибудь. Вот тут бы выросло дерево и к нему бы привязало. А там в лесу его не привязало. Как это вообще называется? Ладно. Не, шеклшот это такая рандомная хрень. Я даже не хочу ее обсуждать. Потому что он иногда вяжет на таком ринже. В экране где-то там крип. Заблудшая душа какая-то. И к нему так опа. Да, но Джигернаут уже совсем страшный. Когда у него появится Абисал, боюсь, что в Финду там мало что поможет. Он себе салвочку такую купил. Надо пойти подригениться. На самом деле, когда вытащил Бэтрайдер СФ, я думал, что все уже. Печаль. Габелла? Ну, не знаю насчет Габелла, но печаль точно. Да, там, кстати, стартует каточка в Virtus.pro 3D Max. А в Virtus.pro, да, у них же в КС еще команды есть. Ну, поляки же легендарные. Virtus.pro, все плохо. Легендарные поляки. Легендарные поляки. Русские медведи. Польские медведи. Польские медведи. Когда Na'Vi заберут у них команду по КСу? Ну, там сложно поломать в эту проблему, наверное. Вы же понимаете, что вы лучшая кузница талантов. Нам некуда больше идти. Не, ну была бы там Team Empire какая-то. Снова минус Т2. У Джиггернаута уже хватает на Abyssal после этой вышки. Да, ему уже хватает. И до вышки на Abyssal покупать вряд ли будет, надо на байбэк. А VR-очка добирает себе БКП. SF, смотри, что собирает себе VR-ка. Это замечательный айтем. Ты бери пример с нее, что ли? Посох Черного Короля. Ну, он, в принципе, Черный, но не король. Не зря Черный Король покупал себе этот посох. Шторм ворвался. Тут же Виндран. Андершока не подцепить. Пошел хукшот. Неплохой, кстати. Тут погибает Курьер. Где булыжники? Где Юл? Андершок. Форстаф. Долго. Поднимают в Юл. Виндран откадится. Будут ли спасать? Будут ли сейчас спасать? Там может сейчас ворваться какой-нибудь Шейкер. Отличный поток. А нет, Шейкер не может. Шейкер погиб. Типаут отсюда делает. Кто? Леон? Не. Ну, фармит. А, Джейкерноут? Там, кстати, еще и ВР-ку выловили в результате. Непонятно, что она вообще тут забыла. Да, она пыталась типаут делать. Его как бы очень длительно, долго насиловали. Она пыталась избежать. Она читала, пока это делали. Она пыталась быстро-быстро дочитать телепорт и влететь отсюда. Но у нее ничего не получилось, насколько я понимаю, да? Ну, судя по таймеру респауна, нет. Не получилось. Да, ну и опять Moscow Five делают несколько фрагов. Причем без двазмездно. Клокверк. Бэтрайдер. Клокверк. Бэтрайдер. Бэтрайдер. Клокверк. Татьяна. Татьяна. Ну что, Рошан, скорее всего, должен упасть в копилочку к М5. У нас снова качели. У нас 40-42 минута. Снова мы с тобой. У нас сегодня... У нас с тобой последние два дня вот эти супердолгие каточки. Куда делась быстрая дота? Кто ее спрятал? Ее спрятали нормальные команды, потому что зачастую там какие-то суперкрутые коллективы. Я надеюсь, что Team Secret нам покажут после этой встречи, как можно катать. Потащили, потащили Биггнума. Ультимейт у нее есть? Нет, нет. Ультимейта у нее нет. А здесь никого нет. Так не дотащили. В том-то и прикол. То, что Рошана все равно забирают сейчас в Москоу-5. Чего мне долго не знал, чем положить, выложить. Кокверк. Отлично. Залетает нам флоу. А ты понимаешь, где Джиггернаут? Да, Джиггернаут стоит. Вот он на холмике. Прикольненько. На холмике? Да. Классный холмик. У нее все классно вообще. Вот Джиггернаут на холмике. Все замечательно. Такой, отпустите меня, я порву всех! Я сейчас порву их! Джиггернаут! Это неплохо, кстати, было. Ты видел, что он сделал? Это была запланированная засада. Да, он повесил Абисал с ульты. Это реально норм было. Ну вот, вот тебе Джиггернаут. На холмике. Джиггернаут на холме. Такой последний самурай. Фиссурка. А БКБ-шхит нет. Гримастер развалился. Зафокусите огненную панду! Не-не-не-не, это слишком просто. Пошел Шекл, Век проседает. У Века там есть что-то? У Века, кстати, есть фингер оф дес. Есть БКБ у Джиггернаута. Ты не хочешь подраться, малыш? Не-не-не-не-не, смотри-смотри, смотри. Заходит Леон с тыла. Подкрадывается. Чомми получает Шекл. И Леон идет, смотри, тачдаун делать. Давай. БАНЬ! Ну! БАНЬ! Я лучше дам подкоп и дам из Шефу выжить. Наконец-то. Вот, прикольненько. Что-то тоже странно делает Леон. Ну, ладно. ВРК, Шекл. Немножко неудачный. Хотя... Биггнум, Биггнум погибает. Андершок пока еще жив. Андершок уходит на Виндране, отбивается бутылочкой. Есть ли какой-то Форстаф? Нет. Форстафа нет. Бэтрайдер постеснялся, например, поднять СФ на Юле. Знаешь, что я хочу отметить? Нет. Хочу отметить великолепную игру Джаггернаут из БКБ. Которая вот... Которая не в КД, и он в принципе не дрался все это время, когда там дропали Аегис. Да кому это надо? Ты начинаешь приставать со своими идиотскими затеями, драться что-то. Крепы вон бегают, живые. Сори, не заметил. Вот. Дужноте. Не, ну а какой... Вот объясни мне. Я дурной, я понимаю. Давай, допустим. Мне так многие говорят, единственный, кто говорит, что умный, это мама. Я говорю о том, что Джаггернаут как бы мощный герой. С Момом, БКБ, Абиссел Блейдом и Манта Стайлом. Угу. Он может составить конкуренцию некоторым вражеским героям и в принципе попытаться навязать им борьбу. Ну, например, Дазлу. Например, Дазлу. Да он и СФ, я тебе скажу, может навязать борьбу, если там пару башков пройдет. Непоняточки. Ну вот, вот. Ничего себе. А Джаггернаут при этом толком ничего не делает. В смысле в драках его присутствие не всегда можно ощутить. Вот так вот на паре. И где Омнислэш? На Кибертуриста. Где Омнислэш? Где хоть что-нибудь? Начнем с этого. Где Омнислэш? Вот он Омнислэш. Слушай, там, кстати, любезно прилетел шторм. Увернулся, да. Он говорит, типа, сори, братан, увернулся. Понимаете? Не признал, бро. Ой, какой хороший шекл. Ой, как хорошо качественно. Чоми сейчас тут зацепили. Эхо слэмы, тотемы, фокус файры. Чоми что-то там даже раскастовался. БКБ нажать нет желания у Джаггернаута? Юрий можно, БКБ нет. Да, действительно. Я тебе больше скажу, а не отпустили СФа? Не-не-не, там сейчас его шейкер в таблет просто. Нет, шейкер ему не в таблет. Шейкер тут пока просто поломал пару физиономий. Есть минус СФ. Шейкер уходит. У него есть и гост, и блинг, и вроде бы все норм. Даззл за ним в погоню. У даззла проблема. Да, тут ВР к нему пришла в гости. Вот так вот. Тыщ, 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 тыщ. Уууу, ты по аут не пошел. А он уже почти его сделал Просто лицо Бэтрайдера и Шейкера Тепа-аут, говоришь Тоже? Не сегодня? Ну и слушай, огромное количество игроков Moscow 5 сейчас сидит в таверне, вынужден Дазл даже делать байбэк Нынче Но Кокерк уже появился, Шторм Спирит Также Элитнаут У нас сегодня как будет нажимать Элитнаут? Слушай, вот к Илье у меня уже давно не было претензий На полном серьезе Это просто, знаешь, как корейцы едят собак Типа того, да-да-да Илья хорошо все делает в последнее время Чфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить его А вот этот Джаггер Это просто какой-то мрак Он походу, может у него этот слот Вот у меня, например, на этом слоте нет кнопки Нет хаткея Возможно, у него вообще хаткеев нет И приходится мышкой клацать Можно много объяснить Может быть Кстати, если бы не Шторм, который, в принципе, исправил ситуацию Когда он что-то делал Типа, ну вот, реально То есть Я не буду делать ультимейт Тебя же взяли в лассо Ты гребаный Шторм Спирит Мидер команды Не, даже Изи Фарм команды Ты думаешь, я буду тебя убивать? Хрен с два Кому это нужно вообще-то? Убивать твое? Опять понапридумывал Вот И Шторм такой говорит Блин, Джаггернаут реально на косячь Его могут из команды кикнуть Надо вернуться Засейвить пацана Буду в такой же ситуации И он придет ПКБ не нажмет Тут, кстати, вот пришла инфа о том, что Чоми кладут Кладут? Кладут его А походу уже даже дедостерам надоело смотреть это Я бы тоже задодосил Типа, сидят дедостеры Реально Собрались вечерком Вот их команда Таких усатеньких Типа, ну давайте поглядим На нормальную дотку А, доту посмотрим Такие Ну давай, типа, смотрят Прошел час, типа А дота будет сегодня? И Чоми приходит с дедосом Вместе инфа Не начнете играть? Играть не будете Играть не будете в принципе, да А вот и додос подъехал Обещали на сегодня Обещали на семнадцатой Ну, немножко провтыкали Сейчас уже сорок седьмая идет у нас Минутка Ну, у нас, у ребят из Москова Есть целых уже девять минут На решение своих технических проблем Да, кстати Я пока посматриваю глазком КАЭСик? КАЭСик КАЭСик Хочется иногда посмотреть Я вот, ребят, очень мало наиграл в КАЭСик У меня там всего-то, по-моему, двадцать две победы Ну хрень, короче, полная Ну басос Ну басос Но при этом КАЭСик Иногда хочется зайти пострелять Реально, когда ты такой, знаешь Злой на что-то или еще Только уйди сюда Пойду постреляю Но пусть КАЭСик Ты еще злее А потому что у тебя на базе Какой-то мудозвон Ножом На полстолба Я пристрелил Пацан свой Когда я ему сказал, что Он, короче, когда умирал в начале раунда Он начинал С самого начала на всех вайне Типа Те четверо еще живы Он за Аркадия у меня не получился Он начинает говорить Какие все упыри Ну я обычно блок коммуникейшн А я типа слушаю А потом Мне типа бомбануло Я говорю, братан У нас 25 раундов А у тебя 10 фрагов Ты даже через раунд Фраг сделать не можешь И его это задело Задело? А он решил делать через раунд Хотя бы фраги Сказал тебе Теперь буду Да-да-да Это был последний раунд Поэтому мне было не обидно Сюда иди Сюда иди, да Так, у нас вернулся СФ Надул Гали Да, Бигнул тоже пишет Эх, сейчас бы в доту А не этот позор Хоть кто-то понимает К чему все идет Да, все Начинается у нас игра Досер мискликнул Хотел Ахмеда носить Ну, кстати Все Прошлое время Именно у Аксмо Возникали проблемы Я вспоминаю Там он где-то на троллее играл Или еще на ком-то Постоянно вылетал Надо просто времена Диаллапа возвращать Там нереально задудосить Канал в 33,6 килобит Тереотеории не можно принимать Больше трех с половиной Поэтому Он только сигнал из доты И то с перебоями Посылать терабитный канал Дидосить в диаллап Это расточительство Я бы сказал Там сигнал из доты И то не целиком иногда пролазит О О, вот теперь походу Нет, тоже Тоже мисклик Опять не туда Ранил Ранил Мимо Аксмо Мимо Потом минус Аксмо Убил Не, потом тиммейтов по одному Ранил Ранил Игра в морской бой Дидосера А может они вдвоем сейчас сидят Рубятся там Кто первый вырубит Аксмо? Дайер третий Ранил Дайер второй Ну сейчас Дайер второй Мимо Мимо А кого заказывали, да? Да Типа Три видосера сидят Один заказывает Двое пытаются Я угадаю этого игрока С трех до доступа Вращайте, волчок И вот эта Музычка начинает, да? Да Типичная Что, где, когда Это из другой Динмога категории В смысле? Это что, где, когда? Ну да Но это у них Музыкальная пауза вроде будет А вращается волчок Я не помню Я тоже не помню Блин, надо где-то погуглить Короче, написали go, то есть можно продолжать смотреть за игрой в морской бой. Что? Праймал сплит. Отменил, я уже испугался. Праймал сплит. Слышишь, а Праймал сплит может кричать какой-то армеец начальный. На духов распадается. Вот этот древний дух и начинает очень быстро убирать, ломом подметать плац. Их сразу трое. Один подметает землю, второй чистит воздух. Занимается эффективной работой. Нормальный дух может разложиться на трех людей обычных. Это, по-моему, стандарт. Нас уже плавят, дорогие друзья. Это только вторая игра, но они абсолютно все длинные. И многие из них несут в себе дота-информативность. На самом деле, да, никакой смысловой нагрузки в последних 48 минутах этого матча не было. Ребята просто уверенно идут к шести слотам. Вот и все. Они не собираются тут побеждать, делать какие-то там тактические выходы. Они просто формят шесть слотов. Побеждать они не собираются, они просто не знают, как пока это делать. Да, они не в курсе. Враг еще не успел настолько сильно напортачить, чтобы озарение снизошло. Блин, ну во многих играх... Ты же комментил БЛЦ. Да. Ты же помнишь, что происходит, если долго ничего не делать? Да. Начинает сужаться экранчик. Сужаться, арена начинает... Ты горишь, тебя убивают. Я предлагаю, кто тебе сделает точно так же. Да, все будут стыкиваться на медле. Пять на пять, он лимит на 35-й минуте, если ничего еще не выформили. И драк нет. Вперед.